В прошлый раз мы проходили вторую главу, сейчас продолжаем проходить третью. Погнали. Бесчестие. Так, что он нам интересного расскажет? Хорошего такого, прям, чтобы аж за сердце тронуло. Не помню, правда, что там было вчера. А? Типа, что рассказывалось в третьей части? Вначале. Сейчас посмотрим. Ну ладно, нормально. А, точно, точно, да. Там клоун какой-то приехал. Ага. Звезда. Ты забыла? Нет, нет, не так. Я... Я имею в виду, что ты хотела оставить с миссей Алис. Да, это правильно. Мисся Алис предложила это. Она сказала, что ты не сможешь раздражать. Если это действительно то, что ты хочешь. Это лучшая решение, мистер Холмс. Ты не согласен? Представляете что, миссис Худсон? Мистер Уилд здесь, чтобы изучить моего папа. Так. И что, тебе не нравится? Слышь? Да чурка, ты что так разговариваешь с батей? Ума. Чё два наших, ума? Усики. Какие усики для прохода в трусики. Шарф следует моде. Ага. Ну, понятно. Модник. Гордится Америкой. Так, брошь флагом. Желает привлечь внимание. Наверное, привлечь внимание. Типа, модник. Всё вот это. Вот они обычно как раз вот в этом. Чё там, британская марка табака. Ага. Так. Орсон Уайлд. Надпись «Сапоги на заказ». Богатенький, да, у нас он? Часы. А, зеркальце. Самовлюблён. Актерская вещь. Мне кажется, самовлюблён. Ну, не знаю, чисто как бы моё мнение. Ну, нарцисс видно сразу же. Типа, такой. А, я лучше всех. Ага. «Сапоги на заказ». Самовлюблён. Так. Так. Ищение 30. Звезда американского театра. Прибывшая в Лондон для изучения роли Шерлока Холмса. Вероятно, изучение началось раньше. Он курит табак той же марки, что и Холмс. Орсон. Самовлюблённый. Следует моде. Обожает собственное отражение. Приколотая груди брошь демонстрирует его гордость за Америку. А, окей. Вот, кстати, в прошлой серии я читал записку от Фишера. Вот он, да. Из первой главы. Как раз. Так. Ну, нормально. Мистер Уайлд. Ваша комната очаровательна. Ха, это восхитительный город. Нам нужно поговорить. Лучше не надо. Ты опять будешь злиться. До свидания, мистер Уайлд. Конечно, буду, блин. Ты как с батей разговариваешь? Охранялась, что ли? Уже пять часов? Думаю, стоит пойти к миссис Хадсон и попросить чая. Ха-ха-ха. Сам ты не можешь, да, сделать сей чай? Так. Ты же еще собрать больше сведений об Орсене Уайлде. Ага. Так. Ну, это понятно. Ладно? Уайлд уже чувствует себя как дома. Да, охреневши, видно. Типа, сразу. Мутный тип. Уайлд это превосходный набор для баскировки. Всем актерам этом нужно. Карандаш. Должно быть, это грим. Я использую такие же кисти для грима. Ну, забавно. Пудра для лица. Превосходного качества. Ну да. Сразу видно. Сейчас он войдет. Я забыл эту шляпку. Отец. Я всего лишь проверял. У тебя что-то на лице. Это макияж? Это, возможно. Попражнялся в маскировке, ты же знаешь. Так, я не понял. Че это у нас? Дочурка такая наглая. Че за хрень? Нет, не трогай это. Да, он в катке. Незнакомые шаги, каблуки, спешит. Нерешительно, новый клиент. Не совсем. У нас посетитель. Впрочем, эта леди не столько сердит, сколько озадачена. Доброго дня, джентльны. Меня зовут Мэри. Че, не успел. Ладно, пахнет. Почему такая спешка? Так. А я тут при чем? Так, она носит очки. Это, конечно, ваш отец, раз у вас. Так, давай посмотрим, че у нее тут. Так, ну это от очков. Ага. Недорогая брошь. Показушница богатая. Ну, такая леди, вряд ли показушница. Богатая, наверное. Хотя я бы не сказал, что у нее богатый наряд. Кольцо. Кольцо. Помолвлено семейная реликвия. Наверное, семейная реликвия. Так. Разная обувь. Не обратил внимания на обувь. Ага. Че там было? Сейчас. Подожди-ка. Богатая, да? Сейчас наносит очки. Показушница, может. Богатая, вряд ли бы, одела разную обувь. Ладно. Ну да, показушница, понятно. Угу. Ааа, так. Какая связь с мистером Хозмар Айнджелем? Я встретила его в Газфиттере. Мистер Виндебанк не хотела, чтобы мне и мать участвовать. Он никогда не хотела, чтобы мы идти в любую очередь. Но в этой же время я была довольно готова на это. Показанно, он уехал для Франции на какой-то бизнес. И поэтому не было никакого значения в это. И я встретила мистера Айнджел в этой ночи. Так. Мы встретили снова после этого, и мы взяли шаги вместе. Так. Но потом папа вернулся. И мы не могли бы не встретиться. Смотрите, прекратились. Ммм. 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 Помолвка. Ммм. Ага. Адрес... Где живет мистер Айнджел? Я точно не знаю. Я отправлял письма в отделение на... Ага. Стребования. Другие мелочи. Желаете рассказать мне что-нибудь еще, мистер Айнджел? Он очень шаг. Он бы хотела ходить с мной в вечеринке, так как быть дискритным. Я поставила недостаток в последний сентябрь «Кроникл». Вот здесь копия и книжка от него. Отлично. Не, я не скажу. Я скажу, что ты охренел, блин. Не лезь сегодня не в свое дело. Таймстаг. Газета. Объявление разыскивается. Джентльмен по имени мистер Хосмер Энджел. Таинственным образом исчез. Рост мистера Энджела около пяти футов семи дюймов. Крепкое телосложение, бледный цвет лица, волосы, темные, пышные бакенбарды и усы. Возможно, носит цветные очки. В последний раз мистера Энджела видели одетым в черный шелковый сюртук. Черный жилет и серые хористские твидовые брюки. Он работал в кабинете на Линден Холл Стрит. Если вы владеете какой-либо информацией, пожалуйста, сообщите. Любая помощь в поиске этого джентльмена будет оплачена. Отлично. Так. Ух ты. Любимая моя, пожалуйста, не беспокойся. Неужели ты веришь в то, что я что-то расскажу твоей семье, которая ничего не смыслит любви? Мы прекрасно провели время вместе. Правда? Пока твой отец был во Франции, так мало времени, но мне его хватило, чтобы понять, что ты моя жизнь. С тобой я желаю проводить каждую минуту своей жизни. Жаль, что это невозможно. Я очень тебя люблю. Я жду того мига, когда твой отчим уедет снова по делам, и мы сможем встретиться опять. Холмер Энджел. Хосмер Энджел. Странно. Любовное письмо... Так. Печатано на машинке. Что это у нас такое? Хупер Эссон, Лондон. Бумага хорошего качества довольно... Так. Пропустить. Раз постоянно очернено, ничего не примечательного. Так. Пока твой отец уедет снова по делам. Время вместе. Правда, пока твой отец был во Франции. Подожди. Твой отец, твой отчим. Был во Франции, а тут отчим. Я ждал, когда твой отец уедет еще раз. Мисс Сотерленд только с Хосмер Энджелом, когда твой отец уедет еще раз. Но это понятно. Тебя больше ничего не смутило? Хосмер Энджел решил не подписываться. Еще изучим письмо. Давай изучим письмо. Это что у нас такое? Есть несколько букв с типографическими дефектами. Письмо моего отца из Парижа. Вот оно. Давай. Дорогая Мэри, я воспользовался... Воспользовался возможностью написать эти несколько строк в надежде, что ты и твоя мать пребываете в добром здравии. Франция прекрасная страна, но здесь, как и повсюду, есть проходимцы, которые обманывают и скверно общаются с женщинами. Мужчины наши бесчестные. Они их глазом не моргнут и разобьют твое сердце. Надеюсь, ты будешь послушной девочкой и присмотришься за матерью. Прими мой совет, останься дома, я скоро вернусь, твой отец. Так, хорошо. Напечатано. Довольно обычная бумага. Ага. Со светло-желтым оттенком. Ничего примечательного. Так. Ага. Станься дома. Дочь дома. Так, изучим письмо. Внимательней. Опять-ка, есть несколько букв с типографическими дефектами. Угу. Ну да. Так. Есть дефект. Да. Так, где? Вот. В двух местах. Так. Еще одна буква с дефектом. Так. Так. F. Еще одна буква с дефектом. M. Ага. Так. Ну, это и так понятно, да. На разных бумагах. Скорее всего, одним человеком, мне кажется. Негодность. Спасибо тебе большое. Так. Что еще вам сказать? О-о-о. Сейчас я тебе по лицу режу, и все будет понятно. Собака прям ненавидит меня. Так. Держаться дома. Разная обувь, скрытый характер. Поездки по работе. Доходы мэрии. Письмо хомстера. Хосмера. Следы. Поды мэрия. Так. Держаться дома. Письмо отчима. Еще. Смысль. Погоди. Поездки по работе. Письмо. Следы. Да. Куда ты нажимаешь, ну? Письмо. Держаться дома. Так. Доходы мэрии. Разная обувь. Поездки по работе. Скрытый характер. Письмо отчима. Почему уезжает по делам. Доходы мэрии. Так. Да хватит, блин, нажимать. Господи. Держать дома. Отчим мэрии старается удержать патчерицу дома. Почему? Из-за доходов. Семья заинтересована в том, чтобы мэрия оставалась одна, поскольку так им доступно ее наследство. Да, скорее всего, забота. Мэрии отчим доверяют друг другу. Мэрия была сказана оставаться дома, поскольку ее отчим уверены, что так для нее будет лучше. Вряд ли. Что у нас еще есть? Так, разная обувь. Плохое зрение. У мэрии плохое зрение, возможно, близорукость. Так. Это нам вообще ничего не дает письмо. Если два письма. Ага. Так. Письма имеют одни и те же типографические дефекты и были напечатаны одним человеком на одной машинке. Вот, скорее всего. Это всего лишь совпадение, что письма имеют одинаковые типографические дефекты. Вряд ли. Такие совпадения. Прям редкость. Поездки по работе. Скрытый характер. Так, странное поведение. По какой-то причине хомстер Энджел встречался с Мэри только когда ее отец уезжал по делам. Застенчивость. Отчим Мэри не знал о ее отношениях с хомстером Энджелом. Хомстер Энджел был молчаливым и застенчивым человеком, который не хотел доставлять Мэри проблемы. А-а. А-а. Не-не-не-не-не. Держать дома. Поездки по работе. Так. У Мэри была возможность выходить в свет в тайне от ее отчима. Так. Поездки. Лжец. Отчим Мэри лгал. Он не уезжал по делам, поскольку обнаружил, что Мэри его не слушается. Отчим Мэри уезжал по делам, что давало Мэри возможность тайно встречаться. А-а. Так. Сказать правду о чем Мэри. Так. Желает, чтобы она хранила верность Хосмеру Энджелу. И тогда Мэри и ее деньги останутся в доме. Закон мистеру Уинденбенку ничего не сделает, но хотя бы Мэри узнает правду. Даже если сказать мисс Сазерланд правду о Хосмере, она не поверит. Она слишком любит его, никогда не примет правду. Уинденбенку ничего не сделает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Бомба, ну понятно Ну понятно же, бомба Эмммм Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Самодельный подарок от Тайного Обожателя Дальше 2 минуты, чтобы обезвредить Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум Паковка. Так, и сейчас там провода идут внутрь и наружу. Я не знаю, как он внутри. Что, что, что еще, блин? Что может быть еще? Хрен его знает. Обидно. Гадина. Подожди. Синие провода тут и тут. Если они оторвутся, она взорвется. Так же и тут. Если она оторвется, она взорвется. Правильно? Смотри. Это и это. То есть... Не-не-не, подожди. Давай. Вот этот. Да-да-да-да, да-да-да. 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 Так. Так. на этом уже да прочитали так больше ничего не хочешь мне сказать пропустить быстрый перемотка нет как как чё резать подожди а если просто пропустить тоже взрывается так хорошо этот мы резали этот мы тоже резали можно как-нибудь перевернуть будильнику так этот мы резали подожди к вот это взорвался не сразу то есть нам надо резать два сразу да ну-ка подожди не понял тут защелкивается замок так может она что-то положить не знаю обезвреживание так изорвется так а можно чем положить туда чтобы контакта не было вот и теперь туда да вот отлично так все быстро нахрен все обезвреживаю давай давай режешься провода нахрен так вот это вот это вот это все все же нет положить быстрый перемотка есть кто-то мастер что ли шванька бомба то ты тут причем о господи я пытался его поймать как он выглядит тут примерно 5 фунтов и 5 дюймов черноволосый его действия что ты видел парень искал ваш дом так что я подумал что он побежал я хотел его за куртку но он вылез вещи можно посмотрим на куртку да не за что говоришь бледный да с черными волосами слышь ты мне сказать ничего не хочешь сейчас я тебя по щам дам я тебя самолично убью понял посмотрим что тут инициалы владельца так конечно хорошо чернила но да конечно скоро этому вайлду реально лицо разобьем так восстаньте магавки достаньте топоры скажите королю георгу мы не будем платить за его чужой чай его угрозы щитные щитные чтобы о них судить чтобы заставлять детей и жен пить его мерзкий чай так восстаньте ребята и дружно пойдем на встречу с командирами зеленый дракон так худой примерно 5 фунтов 5 дюймов черноволоса у него была заячья губа стихия что это значит это не стихия это песня восстаньте магавки знаменитый эпизод когда америка восстала против английского господства так восстаньте ребята и дружно пойдем на встречу с командирами зеленый дракон и я верю что они хвостили тенкер в айл и инвентит новую страну вместе с решением если это была неделя они смогли добавить чай в Ян-харбор хе-хе-хе почему он держал такую песню в своем манте? в кармане эту песню так может он запоминает текст например он актер и ему нужно нужно выучить эту песню да дружище кто пытался убить меня мистер Холмс? да кому ты нужен? так подожди еще одна записка мистер Холмс если вы читаете это письмо меня уже нет живых я хочу поблагодарить вас за то что вы сделали для меня это многое значит это была моя глубокая рана и мое искупление совершенное и мое искупление совершенное прежде чем покинуть этот мир спасибо искренне ваш альбейт так это из второй части из второго эпизода так хорошо я говорю я типа вот даже до сих пор я сомневаюсь то что это он но не знаю ну блин сомневаюсь все проверить так ага песня так яды токсины раны знаки медали именоборство криминалистика это все не то газеты нет антиклопедия искусство и архитектура экономика технологии история медицина ботаника давай в историю зайдем посмотрим опа таверна зеленый дракон таверна зеленый дракон была пабом который использовался как таверна и место для встречи и находился на юнион стрит на севере бостона в начале девятнадцатого столетия множество копий зеленого дракона открылись по всей европе одна из них находилась лондоне возле гавани в округе у айчерпел отлично да 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 я уже это прочитал несколько часов получается я весь этот эпизод буду с этим дебилом доходить у меня реально бесит следующим утром так давай посмотрим что мы тут ни разу не смотрели ничего сейчас шляпа угу 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 ну да угу блин а вот цилиндром уйдет нет нет это ну прям ну нет нет давайте давайте хотя нет давайте как было так очки усы брода не охрень гардеробу давай оденем что нибудь с похмелья доктора бандит священник спортивный повседневный верхней одежды так тут вроде ничего больше да нет да 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 не за что не за что не за что не за что останется ну хорошо иди в зоопарк ну хорошо иди в зоопарк нет я не буду лукать то да это смысле неправильно Конечно, чтоб ты не волновалась Пф, да пожалуйста Пф, лол Нормально, дочурка Сказал ей правду, то, что я забыл Ну да, пойдем-ка осмотрим ее квартиру Серьезно Потому что вот это вот, блин Как бы сказать Женщина Дочурка-то мне Портит Я ей, блин, правду сказал Да, забыл Ну, блин, ну, прости Типа, вот, возьми денег Купи себе подарок Я же, блин Честно за то ответил Нет, а Вот, ты плохо заботишься Да, в смысле, блин Ты, блин, слышала, как ты с отцом разговариваешь? Что потом обижается, блин Подсобка Говоришь, другой способ Так, подожди, а почему Мы тогда Выходили на балкон Они там играли, правильно? Дочь играла на пианино Почему сейчас показывает то, что у нее квартира на первом этаже? Странно Так, сюда ты не полезешь Скорее всего, через балкон Опять же Ну, давай посмотрим А, давай Паркурщик От бога Нормально Так Вы можете использовать несколько отмычек одновременно Чтобы поднять сувальд и открыть замок Ага Так Раз Да Так ты держи ее Так И Тройка Получается Вот этот На ниже Да Вот Теперь Вот этот Возвращаем Перейти к замку Этот сюда И четверка Идет туда Отлично Изи Легче легкого Ну, здравствуйте Че это у нас тут такое? Понюхать Проверь на вкус А может не надо? Так Так, давай это потом сделаем Сейчас Сначала все осмотрим А потом тогда уже все Вы нюхайте Пробовать Чуть-чуть Спекающие средства для сна Вот Понимаешь? Так что вот это вот Опасненько сейчас пробовать Крутить Так Опа Подарок для кит Ага Блин Сорян Не это Не думал то, что она еще что-то будет говорить Дверь закрылась В кресле Что очень неудобно Дорогая мисс Я благодарю вас за последнюю доставку рубашек Для моего кузена Они прекрасны Как я вам и говорила В субботу я приглашена на свадебное торжество К моим дорогим друзьям Поэтому я должна выглядеть великолепно Пожалуйста, постарайтесь Закончить мое платье Не позднее пятницы Я пришлю за ним Я пришлю за ним утром Наверное, я приду за ним утром, да? Так Это совсем недавно А где пианино? Они же тут на пианино играли Звукозаписывающий цилиндр Вращайте диски, чтобы продолжить путь через лабиринт И открыть шкатулку Ёва Так Подожди, стой Так, есть Тут не пройдет Тут тоже не пройдет Тоже не пройдет Вот Тут не пройдет Не пройдет Так Моя малышка Элис Если ты читаешь это письмо Значит, у меня уже нет живых И моя болезнь победила меня Пожалуйста, не печалься, дорогая Ведь я прожил славную жизнь Я сожалею лишь о том, что теперь Ты остался дна И тебя отправят жить неизвестно к кому Незнакомая семья Я не доверяю организации, которая так жестоко поступила с твоим отцом Но будь смелый, мой милый ангел Тебе известны тайны, которые позволяют тебе разговаривать с мертвецами Так что мы скорее Вскоре сможем поговорить Твоя тетя Нихрена себе Пока Таня не умерла Так Тебе больше ничего, да, не смутило? Дорогая Элис Мысли о тебе заставляют меня обращаться к прошлому И как тебе Прекрасно известно Я всегда волновалась Каждый раз, когда ты попадал в новую семью Я надеялся, что ты будешь счастлива Но люди жестокие, не правда ли? Я сержусь, когда думаю о тебе Такой несчастный в любом доме Где тебе достается роль служанки А не членам семьи Ты столько страдал Но я с удовольствием поздравляю тебя с 21 днем рождения Теперь все ужасы останутся позади Ты стал взрослой, независимой, красивой женщиной Я желаю тебе той жизни, которой ты заслуживаешь И чтобы она была счастливой Твоя подруга Анна Так Он рано проснется, несмотря на то, что лампа в его комнате горит допоздна Он дает уличному мальчишке поручение Вроде бы мальчика зовут Уиггинс Его друг доктор Ватсон всегда поблизости Похоже, они близкие друзья Инспектор Лей Строуд Его уважает, хотя он и не работает с полицией Кейт очень мила, откровенна и наивна Но мистер Холмс проводит с ней не особо много времени Вот сейчас и узнаем, для чего она это делала Давно не спала Блин Типа проверить или нет? Ну не знаю, это опасно опять же Здравствуйте Камин Ни хрена у нее тут хорома А можно мне такие же, пожалуйста? Ну пожалуйста Так Ее полное имя Элис Флуэлла Гэммингтон Странные вкусы в литературе Дружище, это не просто литература Она ведьма, походу Сара Дебувия, мать Элис Дебувия Подожди-ка А нет, это она говорила Да, себе Дебувия Элис Дебувия Точно-точно Так Дорогая мисс Дебувия Я бы хотел сообщить вам о том, что ваш договор аренды готов Вы можете подойти и забрать его Когда вам угодно в любой вечер Мисс Хадсон, домовладелец Кейт, по-видимому, спит здесь Разбитое зеркало Ты чуть и выше Маркалист Вздумал вот тут играть Пойдем сюда Это новый замок Но ключ, что у меня есть от него Так что похрен Твою мать Это же кресло-коляска Что я на фотографии Выше Бабушки Да, или как Ее теть Блин, а можно я вот туда Не буду ходить Монопарт Так Видите, как кресло Завешенное зеркало Нахрен Пойдем Я лучше выпью зелье Нахрен Эту комнату Потом Потом Сейчас как раз и понюхаю Попробую на вкус Блин Сраку такие Эти комнаты Серьезно Давай С залпом Нахрен Да не Давай хотя бы Понюхаем сначала Че такая У нее нет запаха Ну ладно Давай С залпом Горький вкус Так И че Блин Я думал Типа снотворного Сейчас выпьет Нахрен Отключится Ладно Пошли Похрен Что нам снег Что нам зной Что нам дождик Проливной Как в такой Стремной комнате Происходит Пипец Так Я не знаю Чем она там Занимается Но с мозгом У нее точно Явно Что-то не то Охренеть Я раскрыл Это дело Видимо Все-таки Вариант Неправильный Уильям Хамилтон Но я его знаю Он был Бандит Кого я 20 лет назад Взгляд назад Что за хрень тут происходит Куда она вообще знает Кого я раскрывал Кого я не раскрывал Массовое самоубийство Произошло в Испанской Испанской Сиути Тела 27 человек В том числе И четырех детей Были обнаружены В Сиути Испания Погибшие Являются членами Общества Почитателей Смерти Они приняли Безалкогольный Напиток Со смертельной Дозой Цианиды И успокоительного Полиции Удалось Спасти Одну молодую Женщину Элис Аааа Которая Не пострадала Однако Испытатель Че Испытанный Ей Сильный шок Помешал Пролить Свет На это Дело То есть Она тоже Была в той группе Она тоже Пила эту хрень Но она Выжила Так Но это вообще Типа ничего Не раскрывает Использовать Ааа То есть Тут еще Видите Разные цилиндры А ну-ка Подожди Но это мы Слышали Нет Это мы Слышали Есть еще Вторая Да-да-да-да Подожди Вторая Слышь меня Я хотела Послышать тебя Папа Я так рада тебя слышать Папа Поговори со мной Пожалуйста Не оставляй меня Одно Папа Нет Подожди Гельника Это вот этот Который я засадил Так Это шерлок Херовый А детектив Какой-то Я уже Нахрен Осторожен В этом всем Абрахам Линкольн Пора уходить Думаешь Тебя отпустят У меня уже Мурашки По спине Едут Серьезно Блин Я испугал Своей же тени Дружище Давай-ка Через балкон Нахрен Не хочу Через эту дверь Че Сейчас Меня там Сюрприз ждет Давай-ка Через балкон Как вот Мы залезали Ну Отлично Нахрен Все Я Я был дома Да У меня там Вообще не было Отключиться Не собираешь Кстати возвращать Так Так Отлично Отлично Этот дебил Спит Все Нахрен Поехали В Эт Таверну Да Давай-давай-давай-давай Погнали но вроде никаких сюрпризов тут не ждал ладно так зеленый дракон да был отцом элис арестована шерлоком холмсом а затем умер в 1880 году так молодая особа с необычным любимым занятием можно сообщаться она принимает пилюля содержащие барбит барбитурата как она была ребенком в лондонском районе вы черпел возле гавни находится таверна зеленого дракона вот я чувствую поеду искать в архиве вот кстати давайте поищем то сейчас поехал бы ну в принципе я сейчас так так туда поеду ты спи спи знаки символа яды токсины раны травмы химия криминалистика по идее вот это данная то есть нет отпечатков пальцев давай дальше а погоди 1080 году ну-ка вот гиммельтона неудачный побег из тюрьмы нью-гейт четверо заключенных попытались пробраться через узкие дренажные трубы чтобы сбежать из тюрьмы нью-гейт в лондоне это было хорошо спланированной операции при свете дня но благодаря быстрой реакции полиция она не удалась двое из заключенных были убиты остальных вернули в тюрьму одним из убитых заключенным оказался известный криминальный босс лондона уильям гэмильтон как уже сообщалось уильям гэмильтон был арестован 1875 году во время рейда скотланд ярда проведенного под руководством инспектора листрейда в том расследовании важную роль сыграл консультирующий детектив шерлок омс после ареста уильям гэмильтона и смерти его жены их маленькую дочь забрали забрала к себе тетя вот значит она все-таки тетя была продолжить так ну все да то есть то верно эти того кто устроил кушение на вашу жизнь замаскируйтесь под бандиты и соберите информация вот оба не под бандитом поехали маскировка под бандитом гардероб моряк халат с похмелья доктор бандит вот давай на и пожалуй вот это вот изменим чуть мало грима вот да какой-нибудь вот такой он вот такого а можно очки снять не нахрен лучше с очками вот так вот нормально а боли нет не нормально шляпа вообще не идет ну давай просто типа вот так вот вот так тут все нормально нормально погнали так замаскируйтесь под бандиты и соберите информацию она под нападавшим в таверне зеленый дракон ну поехали так сейчас ребят я микрофон выключу попить надо возвращаемся так как раз приехали осторожно в этом зрачном месте но да сейчас скажу да типа а ты кто такой мы тебя тут раньше не так зеленый дракон нет это барбершоп вот хрена тут таракану при дружище при дружище и не что как на и и и в паняна конечно садиться будем даже тогда не слышу даже сзади тебя еще есть народ не получится да смысле вот блин сидит вообще без поляна привет можно мне такую же карту даже никого не подслушать вот туда можно встать серьезно сыщик блин от бога стал такой стоит под уши греют чего я слишком много ага то есть меня от сыграть с кем-то и выиграть этот проход без проблем окей пойдем попробуем его мужики здорово да ладно пойдем обратно самом баре скорей сюда разыгрывать все это хрень тут не играет о никого не подслушать я уже говорил во второй части то что мне бестут управление отвали понял дружище так подожди а где же мне тогда серьезно как лежал вот сейчас как раз не надо будет идти к окну да окей ребят даром чё как жизнь как я говорю он прям бесполезный стащить его чтобы выйти чтобы выйти серьезно хрена себя я уже хотел сказать а пропуска то и нет меня тут не было купола звенья двое погнали изящие владимирский центра улит серны опа вот и зайчик губа босс на месте он тебя ждет наш объект нужно как-то пройти за ним сейчас что у нас тут интересного есть так тут не пройти ничего интересного да ну ка здравствуйте ребят здравствуйте ребят другую сторону возможно оттуда я смогу попасть на охраняемую территорию дружище здорово адата я да я доверю и смотри чему тебя отвлечь если только дропу какую-нибудь организовать здорово мужики ух ёп лол зеркальца скрытая кнопка не понял там твой воображение позволяет представить себе предметы и события но только ограниченных ситуациях так и как мне это сделать сыграть с ним подожди чё это хрень делает а отвлечь внимание взять нож погоди подожди сбросить серию так драка начинается ты отвлекаешь внимание берешь нож заешь веревку ага все неправильно получается сначала отвлекаешь берет нож режет веревку и она начинает драка ну все смысле ладно драка начинается это конечно внимание а охранник уходит вот вот че я не сделал так отвлекаешь берешь нож перерезаешь начинается драка охранник уходит правильно отлично беспалевный ези ух опасненько ези Сеть. Так, тут у нас куча не открывается, тоже ничего интересного, дверь, так, подожди, что-то было, охрана, так, так, начнем к мосту, окей. Так, допустим. Я сейчас правильно, да, делаю? Типа я по этим канатам потом буду прыгать просто. Давайте так. Да. Ну, мы уже это делали, да, раскачиваться назад-вперед. Угу. Я говорю, такой он прям бесшуный, вообще ужас. Тихо. 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 Угу. Шилл, шилл. И... А-а-а. Что это у нас такое? Привет, кувалда. Вот отсчет за октябрь. Колоды карт 75 на 1. Так, проиграно покер, выиграно покер, проиграно домино, выиграно домино. Итого 1000 на 15. Ага. Пум. Кувалда. 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 Я помню, поделал трехлетней давностью. Ключ. Ну да, они от обычной, это естественно. Так. Карта. Туз. Туз. Одни тузы. Угу. 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 То есть это, получается, он может быть босс, не а? Так, подожди, осмотр, тут что-то есть. Шкаф. Трещина. Ну. Что-то есть за шкафом. Ну, скорее, да, наверное, всего. Так, что еще можешь рассказать? Так, тут больше ничего нет, да? Да. Так, трещина за шкафом, да, говоришь? Ключ. У меня есть отключик. Так. Нахрена вы тут. А бандиты, да, вроде? А тут вот такие хоромы. Не ушли. Это не так страшно. Это не так страшно. Нахрена. 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 Наш подозреваемый с своей семьей. После переезда в новый дом. Угу. Угу. Наверное, да. Тихо. Ага. Что там происходит? Опа. Ой, дурак, блядь. Мне нужно спасти Орсона. Причем быстро. А как я его способен? Я же тут не успею выйти, ничего сделать. Или успею? Ну-ка. Давай, 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 беги. Так а может, хорен с ним? Пусть, типа, резон. А, я понял. Я думал, это его, типа, ударится. Хорошо. Холмс, ты шикарный бастер, я тебя убью. Оп. Ага. Я понял. Холмс, ты шикарный бастер, я тебя убью. Да ка... Ааа, кого взять? Бэлин, придурок. Мхм. Кого, блин, взять? Фуха нахрен, стул, зачем? Взять, опрокинуть, ну. Вот. Взять бутылку, ну. На, по щам. Всё, до свидания. Удар! Ой, ещё с ножом. На, на. Э-э-э... Пчиу... Пчиуу... Охренеться! Вот этот поворот. Давай, давай, пошёл нахрен отсюда. А, прокинуть. бутылка сядь на бутылку оттолкнуть сторону чё я взял же бред чё за хрень нельзя просто убежать нахрен иди отсюда бутылка на пащам во 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 просто узи ну просто уйди ну мать твою за ногу чтоб тебе семеро тебя уже тут семеро раз убили так опрокинуть бутылка сейчас попробую шляпу вот подбросить шляпу еще толкнуть в сторону толкнуть назад толкнуть сторону опу дурак что ли серьезно так ну-ка в улике нахрен башка болит самодельная бомба улика уничтожена визит таверна журналист улика уничтожена лабораторный стол намеренно орсон намеренно уничтожил лабораторный стол и улику нападавшего случайность ага случайность дважды поднасрал да 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 случайно холмс ты ну это но это случайно братан вот нахрен сейчас приедешь сразу по щам дай чтобы он знал что случайно такие вещи делать нельзя нахрен о да будет холмс Но ты, Мистер Холмс, почему на Земле? Ты видишь? Она выяснила тебя. Я ожидала это. Ты должен жить с персонажем. Ты видишь... Теперь ты! Идите прямо вверх, или я тебя верну обратно. Понимаешь? И там ты! Ты готова! Я... хорошо. Но серьезно, ты должен заниматься участием. Я знаю, что ты пришел сюда, чтобы уничтожить твой отец. Ты двигаешься в моем здании, спрятаешься на меня, и теперь ты готовишься вовремя через мою собственную дочь. Не будешь вовремя. Я люблю твою дочь. Ты видишь конспирации в любом случае. У меня нет причины. Может быть, ты забываешь, что я делаю для жизни. Как я пить тебя. Ты ошибаешь, sincerность, для неправильность. Ты не боишься сказать, что твоя присоединение здесь происходит? Конечно, не. Когда у меня появилась возможность встретиться, я пришла. Но не с хренью, а больше с fascинанием. Я надеялся, чтобы узнать что-то о моем отец от тебя. Какие ответы на мою идентичность. Когда, странно говоря, я вижу, что ты самостоятельно делаешь. Даже для твоей дочери. Ты не должен помочь мою дочь в твоих проблемах. Ты только разочаровываешь ее. Это закончится. Она еще не знает, но я скоро оставлюсь. Я закончила мою деятельность здесь, и ты никогда не услышишь от меня снова. Хорошо. Но лучше говорить мне прямо. Я не знаю, не нравится она мне что-то. Мне на хрен никто в этой игре не нравится. Один Ватсон нормальный. Слышишь? Утырок. Угу. Да-да-да. Сейчас. Возьму кое-что тяжелое. И, соответственно, тебе по башке, чтобы больше такого не было. Понял? Так. Таверный Зеленый Дракон. Ламберт Стрит. Ламберт Стрит. Это у нас что там? Подожди. Искать в архиве. Полицейский рейд. 1892 года связанным кувалдой. Так. Человек-заящий губой. А, вот. Вот зачем мне она Ламберт Стрит. Так. Фотография. Ага. Окей. Так. По газетам. По газетам. По газетам. По газетам. Полицейский рейд. Аааа. 92. Угу. Не, вот. Популярный частный детектив Шелл Холмс совместно с Скотланд-Ярдом проявили рейд против одной из самых опасных и влиятельных уличных группировок. Ааа. Вестимин... Чё? Вестминстерской банды. К сожалению, как и всегда, полиция не смогла с работы чисто. Во время рейда тяжело пострадал невиновный. Его личность установлена Хаган Коул. Ага. Кувалда как раз. Он приходится братом злодея Джеку... Ааа. Это брат его. Врачи борются за его жизнь, но шансов на успех очень малы. Полиция смогла арестовать троих членов банды, но позднее их лидер Джек Коул был освобожден за недостатком улик. По слухам, у банды есть серьезные политические связи с влиятельными людьми, включая судей, политиков и представителей власти. Но частное правосудие не должно ничего бояться. или это уже не так? Угу. Допустим. Угу. Допустим. Так. Самодельная бомба. Ранение. Неожиданность. Владелец таверны. Маскировка визит. Визит. Человек-заящий ГУБ приходил в кабинет босса в таверне зеленый дракон. Журналисты. Журналисты. Орсен разговаривал с журналистами без разрешения Холмса. Че? А. Орсен разговаривал с журналистами без разрешения Холмса. Визит. Это в зайчей губа. Самодельная бомба. Маскировка. Так. Красный актер журналисты не заметили что перед ним не Шерлок Холмс. Олсен одержим идеей стать Шерлок Холмсом. Он старается одеваться и вести себя как Шерлок Холмс. Одержимость. Уже не актер. Ранение. Владелец таверны. Джек Ол является владельцем таверны зеленый дракон. А. Так. Самодельная бомба. Неожиданность. А че у нас? Орсен появился в таверне зеленый дракон. Одетым как Шерлок Холмс. Эм. Таверна. Странно. Тут я пока ничего не вижу такого. Так. 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 Мы посмотрели тут все. Так. Теперь нам надо на Ламберт стрит. Потом в Хотланд ярд. Так. Спейс. Вклюнуть на фото Дверь. Кирпичная стена. Ага. Доем. Кирпичная стена. Дверь. Ну вот кирпичная стена. а бухой понятно дожди кирпичная стена дверь вот вот он она где тима гудайся станка так Плохо видит, нет, плохо видит, чай, Библия, ага, книга Библия, так, православная, пастушка икона, не, ну это икона, так, мать Иеремии, ага, понятно, к вашему сыну, Иеремии, его нет дома, могу я кое-что о нем спросить, возможно стоит зайти, с незнакомцем, а не станет общаться, то есть, если я сейчас приму свой обычный и Шерлока Холмса, она будет со мной общаться, правильно? Ага, это я уже слышал не один раз. Так, подожди, а где, куда он все эти драгоценности сдавал? Так, это не тот. О, мастерами кунг-фу не рождаются. Так, поехали, получается, домой. Задание для Виггинса. А где я его возьму? Блин, его что-то вроде нету, не а? Ну-ка. Уиггинс. Часик. Так, хорошо. Допустим, Бейкер-стрит. Скорее всего, на улице где-то там. Продолжение следует... скорее всего он где-то тут должен быть на вот ты же отлично так и чё того кто устроит покушение на вашу жизнь сдержать же какого матери а вот она чё она же у нас святоша значит значит нам надо взять и одеться священником ты сейчас не только разницы на своих рук не увидишь понял меня священник вот-вот-вот вот иначе михалыч как бы все просто те прям там так вот говорят то что давай мало грима вот так и шляпы проповедника давай там была одна вот это о погнали аля какой мужик а аля какой красавчик так ламберт стрит мы готовы уроки прямо интересно что там задумал кто-то закрыл дверь окна открыто файда это файд 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 Рефрагай от страха и обрабатывай от смерти. Будь не осознавая себя, это только тихо. Спасибо, папа. Ты очень милый. Эти братья всегда вызывают проблемы. Теперь, где я в манер? Я даю тебе кое-какой чай, как маленький спасибо? Я не знаю, если... Бог блесит тебя, сестра. Меня зовут Маргарет Торн. Это хорошее, что Господь отправил тебя к мне. Ты выглядишь гривен, сестра. Это потому, что из этих детей? так младший строй вот здесь комнате за запертой дверью никому не открывает мы знаем где он не приходит с прошлой ночи я очень беспокоюсь он не упомянул под друзей донди стресса сестер Ты был прав, что я вернулся. Действительно, я... Я могу чувствовать неправильную присутствие в этом доме. О, Господи! Позвольте мне искать демона в этой комнате. Господи, Господи! С крестом! Нормально. Ребята, вот вы, конечно, актеры, а? Нормально. Стрелы и огни. Больше для крампетов, чем демонов. Начни, и дай письмо! Папец, это демон! Папец, это демон! Папец, это демон! Ух! Говнодемонов изгоняем. О, Господи! Спирит! Уважайте твои панцы от демонов и формирующих! Демон, демон! Я помогаю! Конечно! Видишь, демона изгоняем. Извини, демонюга сраной. Кыш, кыш, кыш отсюда, говнодемон. Так, главное, в дверку, да, еще такое? Деваны, двери, железные ручки. Так все, я уже помог. Хорош. Не чистивая. Ну ладно, еще тут. Ух! Папец! Экзорцит 2.5... Блин, вот актеры, конечно. Побег из Лондона. Дружище, я чувствую тебя с волосцами. Говнодемны, да? Я, конечно, всё понимаю, но, блин, вот этого я не понимаю. У тебя как вообще, нормально? Чё это за звук? Такое впечатление, будто письмо было разорвано в ярости. Ага. Так. Вверх. Правый угол. А, сейчас, подожди. Так, это ниже. Вот так. Это сюда. Да. Куда-то сюда. Так. Так, это низ. Вот так. Это вот тут. Эмм. Это вот тут. Это вот тут. Блин, чё за звук? У него мышь? Так. Есть. Есть. Отлично. Получается, Иеремия получил письмо с угрозами от кого-то по кличке… Чего? А, стрела. Иеремия, привет. Я лишь хотел напомнить, что мир может стать жестоким и беспощадным, особенно для невыполняющих обещания закончить начатое. Будет чертовски отвратительно, если тот, кого ты любишь или о ком заботишься вроде твоей сестры, окажется в публичном доме. Ага. То есть, даже вот так, да? Стрела угрожала отправителю… Чё? Отправить сестру Иеремия в бордель. До этого он участвовал в скандальных делах 1788 года. Что за звук, блин? Самодельная бомба. Ага. Изготовление бомбы. За решетку. Ага. Джанет, сестра Иеремия. А, это может быть этот? А, как его? Камин? Типа от камина такой звук. И благодарю, сестра. До свидания. Господи, праздник. До свидания. До свидания. Нету. Дружище. Ладно, видимо так. Угу. Таверна зеленая Скотланд-Ярд. На Бейкер-стрит. Потом тогда в Скотланд-Ярд. Она висули, кстати. Нападающий таверна угроза. А, угроза стрела угрожала дать сестру Иеремии в бордель. Визит. Наверное, вставляющий. Самодельная бомба. Ну, с простых материалов. Сухой элемент. Часы. Соленоид. Взрывчатое вещество. Так. Ранение. Ага. Эм. Так, подожди. Да. Да. Самодельная. В смысле? Подожди. Да. Составляющий. Нет. Окей. Намеренно нападающий, который бросил бомбу в дом, ну да, самодельная бомба. Ранение. Неожиданность. вставляющий визит нападение нападающего нападающий визит один человек и риме был тем человеком кого мы видели в таверне он же устроил покушение на жизнь холмса да так дальше таверна и владельца таверны нет еще иеремея был чертеж вставляющий для самодельной бомбы нет подожди вставляющие самодельной бомбы вот бомбу который бросил в дом 2216 по бейкер стрит иеремея сделал сам до угрозы неожиданность владельца верно ранение верно неожиданность таверна таверна угроза неожиданность вот помогал холмса с песней чтобы тот пришел в таверну зеленый дракон и попал в ловушку то мог ради холмса даже сыграла роль детектива в таверне не знаю не нравится мне угроза стрела угрожал отдать сестру кувалды визит человек заячий губой пришел в таверну зеленый дракон для встречи с джеком коллом на следующий вечер после покушения на жизнь холмса попытка и иеремия пришел к джеку кувалде коллу чтобы обсудить предпринять предпринятую попытку бить шерлока холмса следующую стадию плана так иеремия пришел к джеку кувалде коллу чтобы всего лишь принести сумку с похищенными вещами возможно для продажи пока так угрозы ранения это вряд ли да не хватает пока фактов окей так собака там до сих пор сидит нужно было найти 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 что найти стрела вот в газета да это надо было найти 1788 год 88 вот джек потрошитель стрелок в тюрьме вот шерлок холмсу и скотланд ярда удалось поймать лидера знаменитый вальварской вальварской банды бирсе стрелу флеменко вальварская банда участвовала во многих преступлениях включая вымогательство и управление несколькими публичными домами самый известный из них назывался белый лебедь полицейский рейд принес банде серьезные финансовые проблемы суд признал стрелу виновным и назначил наказание в виде семи лет заключения в тюрьме вот белый лебедь значит еще белый лебедь надо будет посетить так может садимся как-то понарядней что ли бейкер стрит просили так вот сейчас как раз к этому зайдем лейтенанту так освещение к спортивной вот верхняя одежда вот это мы пожалуй снимем зачем нам гримироваться сейчас мало грима ну и чё ну хорошо ладно окей вот так походим если я без шляпы буду можно нормально мало грима ладно так скотт ланд ярд поехали что нам интересно расскажется так главному то есть а потом тут смогу с ним общаться еще отлично блин чё эта серия прям будет очень долго смысл отлично да ладно чё что спасибо братан хоть и меня ненавидишь на ты мужик вроде нормальный чё где они там бодетская стычка допустим модник болен стрела но вроде этот одевается он модно ну принципе типа дорогая ну да 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 модник татуировка тюрьма тюрьма кольца нет так хрена у неё тут персней несколько колец хвостун отлично правильно создал так он же стрела лидер лидер а вальварской банды и владелец нескольких борделей дела флеминга процветает он стоит что состоятельный человек флеминг эксцентричный и модный мужчина который следит за собой шрам на его лице указывает на участие в бандитской стричке стрела провел семь лет тюрьме west gate и только недавно вышел альбина ту ночь действительно это взаимно мхм мхм так это он теперь давай вот этого мхм 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 Сомневаюсь, что он само влюблен. Не точный. Ранение брата. Ранение брата. Ранение брата. Ранение брата. Ранение брата. Ранение брат. 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 Так. Запонка. Монетка. Спинтрия использовалась в борделе для в древнем Риме. И трость. Довольно безвкусно. Все? Серьезно? Подожди. Найти того, кто устроил покушение на вашу жизнь. А как я его найду-то? Так. Допросить. Ну хорошо. Допустим. Получается мне сейчас надо вот это. Может расшифровать их. Так. Бейкер-стрит. Пока едем. Так. Обвинение. Джек Овалда Коул. Винить Шерлока Хонса в несчастном судьбе брата. Угроза стрела угрожала дать сестру Иеремию в бордель. Ранение. А... Обвинение. Так. Джек Овалда Коул имел сильный мотив убить Шерлока Холмса. Он хотел отомстить за брата серьезно пострадавшего во время полицейского рейда, организованного Шерлока Холмсом. Так. Джек Овалда Коул виновен. Угу. Продолжить. Это не то. Точнее, ну как бы он мог, да, организовать преступление, но это не все. А, так. Зашифрованные запися. Я забыла, если че. Хм. Текст инкриптирован. Если это Сизарь-шифт-код, он может быть легко решено. Сизарь-шифт. Список должников. Сумма, налог, плата. Ричард Франклин, 10. Джозеф, Жерар, Джек Нилксон, Еремия Торн. Ладно, сейчас его увидит. Бесчестие. За что ж тогда этот Еремин меня так зол? Сразу на кладбище, да? Пасть внутрь. Да ладно, хрен бы с ним. Может реально пусть этого убьет, а ты живи просто, да и все. Ну реально меня бесит, типа. Подожди. Куда он пойдет? Туда. Сейчас он зайдет, я как раз... Блин. Я-то ухожу на свет. Меня увидит, да? Нет. Фига себе. Так. Идет туда. Ты же сразу проходишь вот сюда. Так. Стой. Куда он идет? Блин. Опасно. Так. Это возвращается. А куда мне хочется идти? А, вон туда, вон в масло, окей. Так. То есть, пока он идет сюда, мне надо перебежать вон туда, вон. Идет туда. Да как? Как ты меня увидел? Привет. Как ты меня увидел, дружище? блин никаких техконтрольных точек ничего вообще нету так давай-давай идти отлично увидит быстрее 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 так мосту договоришь нужно гениально чем-то он такой золотой свет так никого так сейчас подожди он тут обратно пойдет сейчас он туда ага то есть тут еще один так нет ничего блин тут конечно опасно ладно сейчас идет налево стоит там но он затем на гробе можно спрятаться в принципе там уже обратно пойдет тогда уже пройти иди-иди так тихо так это вот поворота которые они как раз ждите-ка же обратно идет нам супер ну проходи давай не надо не надо позиция 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 иди короче на хрен да в сраку иди на хрен вообще похрен стелс дебильный вообще просто отбитый на башку заперто царапины паническая реакция ну понятно да 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 выстрел свежее пятно все таки у него стреляли трещина ну да к примеру выстрел так подожди мне нужно пробраться в храм правильно или что мне нужно сделать тут заперто так мне нужно как туда пробраться заперто там он окно окна нет а вот проход слепой блин ничего ию тудэй ию беги мать твою иди форест беги все фальшиво макей причем не должно было сказать так подожди мне получается получается перебраться как-то вот здесь главное ведро не уронить так тут не пройти то можно пройти вот тут дождя почему понял там же сверху есть проход а вот там надо это держать костер спалят мать твою спалят на видя на час пройди мимо сейчас вот за эти доски спрячутся теперь остался лишь вот этот как не его отвлечь что блин как не его отвлечь тут эти да увидят нет даргонга прилигаем нужно осторожнее да-да-да-да-е-да-е-да-е-давай-давай-давай ползи-ползи-ползи успеешь отлично вот тут уже нормально блин а то там блин вообще ужас какой-то был ты че сделал дурак а теперь давайте его посадим нахрен за это и мне похрен что он оборонялся да масштаб Тогда я отправлю нашу лучшую команду, чтобы арестить их. Я уверен, что вы найдете кого-то осталось, но если вы уходите, то вы можете только найти спойлеров, которые остались из их бюджетов. Я понимаю. И я буду очень благодарен, если вы могли бы держать внимание на мистера Уилда здесь. Но Холмс... Что Холмс? Только что человека убил. Юморист, блядь. Так, что мне осталось сделать? В аббатстве вместе с Еремией и другими бандитами. 95, так. Слышь? Кувалень. Долгие показания. Четыре ремень говорила о работе для Перси Стрелы Флемминга. Заключённый Перси Флемминг был арестован и отправил к сербе на 7 лет. В результате расследования Шерлока Холмса. Но... Подожди. Всё-таки видишь? Смерть Еремии. Долгие показания. За долги. Есть вероятность, что Перси Стрела Флемминг использовал Еремию для грязной работы, поскольку у него были долги. Флемминг больше не требует деньги. Еремий задолжал крупную сумму денег Перси Стрелы Флеммингу. Это основание для шантажа. Скорее всего, контроль был. Скорее всего. Так. Улики. Показания. Подтверждают, что Еремия говорил о работе для Перси. Ага. Правда. Заявление Орсона о том, что Еремия работал с Перси Стрелой Флеммингом звучит правдиво. Орсона солгал о стреле. Он утверждает, что Еремия работает на Перси Стрелу Флемминга, чтобы направить нас к положенному пути. Допустим. Ага. Если это ложь... Так. Подожди. Если это правда, это становится синим, но это становится красным. Если же идет все вот так. Так. Смерть Еремия. Стал он отправлен в Терему на 7 лет. Так. Ну и че? Заключенный. В аббатстве. Вот. Орсон сознательно убил Еремия, когда увидел Холмста в аббатстве. Вот. Во-во-во. Мне вот это вот прям... Испуг. Орсон испугался за своей жизнью и убил Еремия в целях самозащиты. Не, нихера. Я ему вообще не верю. Мотив Лемминга. Если же... Это идет ложь? Угу. Попытка. Контроль. Деньги. Убийство и испуг. Намеренно. Заключение. Виновен. Нет. Испуг. Надо сейчас с этим поговорить. Подожди. Того, кто устроил покушение на вашу жизнь. Так я же уже нашел его. А, ты имеешь в виду с этим поговорить еще раз? Ну, пошли. Да? А что, все с ними, да, говорить? А почему нельзя с ними говорить? Здесь gonna take long. Так, тут уже нет ничего. И тут нет ничего. Все вещи уже осмотрены, правильно? Да. Так. Аббатство. Вот. Тогда лучше не ходить. Почему? Подожди. То есть, это, в принципе, локация. То есть, открывается только на один раз и все. Нужен отдых. Тебе нужны смачные... Я бы сказал, что. Но не могу. Так. Можно я всех троих посадить? Ну, хотя бы двоих. Кувалду оставить на этой на свободе. Ну-ка. Давай посмотрим. Улики. Все. Тут уже все. Случай. Сёрсон хотел помочь с уликами. Все-таки, давай. Будем смотреть. Засада. Помощь. Попробуем. Одержимость. Актер. Если же все-таки. Может, он так. Настолько талантливый актер. Ага. Допустим. Испуг. Если же все-таки это убийство. А-а. Значит, испуг. Хорошо. Деньги. Контроль. Да что ж ты. Правда. Попытка. Украденные вещи. Вот. Еще один. Перси Флеминг виновен. Стрела. Флеминг виновен. Покушение на жизнь Холмса. Он хотел отомстить за 7 лет в тюрьме. И постро... Так. Последующие проблемы с деньгами. Иеремия был его сообщником. Ага. Продолжит расследование. Заключение. Теперь есть два заключения. Так. А вот теперь... Случайность намеренно засада одержимость ложь. Почему не высвечивается на него контроль деньги? Вот еще один. Вот. С Шерлоком Холмсом. Он нанял Иеремию, чтобы убить Шерлока Холмса и занять его место, когда план провалился. Орсен Вэлл. Угу. Да. Вот, мне кажется, он и есть. Убийца. Ну-ка, заключение. А, то есть тут сразу идет перестроение автоматического. Окей. Фу. Ну все. Обвинить. Да. М-м-м. Какая причина для смерти Джерамия Торн? Ты смешиваешь? Добавила свои детективы в работе! Добавляйте себя, мой дорогой Watson! Это достаточно, Wilde. Я знаю, что ты был виноват от попытки на мою жизнь, и от смерти Джерамия Торн. Холмс! Ты мой лучший друг! Почему ты делаешь это? О, прекратите все это! Это решение решено! Ты пришла в мою доме для единственного purpose для принимать свою жизнь. Также, ты пригласил Джерамия, чтобы делать твои дурные работы. И, когда ты обнаружил, что его улучшили, ты его убил, чтобы уничтожить какие-либо из преступлений. Нет возможности, чтобы избежать галлы. Галлы? Абсолютно не! Это уничтожит моё волосы! Он не признался. Так, хорошо. Если же всё-таки версия со стрелой. Ну, хоть и упырь, но, блин, типа, смертью он не заслуживает. Не то, что он убил парнишку, вот это, это да, это уже такое себе. Так, бэм. Угу. Сейчас, подожди. Если же всё-таки перцевлеминг. Обвините, так. Грязной работой угрожал отправить сестру. Вот, в бордель. Тем более, да. Если же всё-таки это он. Нанос. Ужас. 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 То есть он, да, не признался? Ну, не хер что. Он мне просто не нравится, вот и все. Херовый из меня детектив. Херовый из меня детектив. Не хренай себя. Он еще жив. Пульс нет. Окей. Это мы уже делали. Раз, два, три. Окей. Давайте на этом закончим сегодняшний стрим. Вот. Вот. Для тех, кто это будет смотреть на ютубе, я скажу одно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кому понравилась эта серия. Вот. Подписывайтесь на Twitch. Стримы проходят почти каждый день. Почти. Главное слово. Вот. Ну, а с вами был Нелапсев. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.